У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Завтра приедем, послезавтра, пока, собственно, нас не пустят, не будем понимать вообще, что с Алексеем. Либо его переведут в нормальную больницу и предоставят нормальную медицинскую помощь и адекватные лекарства. Российские медики провели акцию протеста у колонии, где отбывает срок Алексей Навальный, с требованием предоставить ему медицинскую помощь. Там очень много техники и мотострелковой, и воздействительных войск, и мы видим артиллерию. То есть для полномасштабной войны техники достаточно для наступательных операций. Массированная переброска российских войск к украинской границе, подготовка к войне или запугивание. Правительство Ленинградской области решило не защищать памятники, а облегчить жизнь своим чиновникам и владельцам участков. Фонтаны Петергофа могут забить вместо воды нечистотами из-за застройки охранной зоны вокруг дворцового комплекса. В городе Покров Владимирской области во вторник полиция задержала участников акции врачей, которые приехали к исправительной колонии, где отбывает наказание оппозиционный политик Алексей Навальный, чтобы потребовать предоставить ему качественную медицинскую помощь. Акция была организована независимым профсоюзом «Альянс врачей», лидер которого Анастасия Васильева также была задержана. Ранее Навальный пожаловался на сильные боли в спине и частичную потерю чувствительности ног, потребовав допустить к нему стороннего медицинского специалиста. В этой просьбе политику было отказано. В понедельник адвокаты Навального сообщили, что он с высокой температурой и кашлем переведен в медсанчасть колонии, а в его отряде трое человек госпитализированы с туберкулезом. Навальный также жаловался на фактическую пытку отсутствием сна. По его словам, несколько раз за ночь его принудительно будят и проверяют как склонного к побегу. В знак протеста против неоказания его медицинской помощи Алексей Навальный объявил голодовку. Еще до того, как у колонии в Покрове начались задержания, Анастасия Васильева успела рассказать журналистам об основных требованиях участников акции врачей. Завтра приедем, послезавтра, пока, собственно, нас не пустят, не будем понимать вообще, что с Алексеем. Либо его переведут в нормальную больницу и предоставят нормальную медицинскую помощь и адекватные лекарства, чтобы это все как-то показывало, что вообще с ним происходит. А вы до этого не звонили, всем не узнали? Пустят вас, не пустят, ну как бы так сказать. Я записалась на прием. Заместитель начальника колонии. Я не понимаю, почему я сейчас записалась, но это не пускают. А что говорят? Говорят, что сегодня приема нет. Что они могут еще говорить? Сегодня приема нет. Но я просто как человек, который вообще понимает здоровье, понимает, что может быть с Алексеем, мне кажется, что стоит, наверное, к врачам в данном случае прислушаться и не проводить эту эскалацию этой проблемы. Это неправильная группа. Доктор медицинских наук, президент общества доказательной медицины Василий Власов рассказывает в разговоре с корреспондентом «Радио Свобода» Любовью Чижовой, что проблема туберкулеза типична для российских тюрем. По словам Власова, Навальному действительно нужен врач, который не будет подчиняться сотрудникам колонии и сможет объективно оценить состояние его здоровья. В лагерях и тюрьмах у нас действительно очень много, к сожалению, очень много туберкулеза лекарственно устойчивого. Это все заставляет тревожиться за судьбу тех сотен тысяч людей, которые находятся сейчас в заключении, и в том числе за судьбу Алексея Навального. А вообще ситуация, при которой к Алексею туда не пускают врачи с волей, несмотря на его просьбы и просьбы его адвокатов и родственников, это вот насколько нормально, как вам кажется? Очевидно совершенно, что для хорошей помощи Алексею Навальному нужен врач с волей, врач, который не подчиняется тем, кто руководит заключением. Но насколько это реалистично в данной ситуации, думаю, что это последнее, на что согласятся руководители УЗИЛИЧ. Как вам кажется, какие сейчас действия соратников, юристов, медиков могут помочь Навальному, а какие, может быть, даже и навредить? Я думаю, что навредить ему уже ничего не может. Человек, восстанавливающийся после тяжелого отравления, находящийся в заключении, его страдания, судя по всему, как-то связаны с его предыдущим отравлением. Это все чрезвычайно печально, и я не могу вообразить, что может быть еще хуже. Говорил доктор медицинских наук, президент общества доказательной медицины Василий Власов. Российский правозащитник, председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин в то же время призывает не делать скоропалительных выводов о критическом состоянии здоровья Навального, перенесшего отравление новичком. Я знаю, какими конкретными характеристиками должны обладать действия, которые называются пытки, и поэтому в каждом случае, безусловно, нужно ситуацию проверять собственными руками, собственными глазами. То есть вот сказать так вот заочно, что вот это пытки, это просто безответственно. Конечно, то, что рассказывали про Навального, что ему там не дают спать, и каждую ночь там ежечасно подходят с вот этой системой дозор, и там включают и прерывают сон. Да, это пытка, при условии, что это делается каждую ночь, и действительно его будет каждый час. Я просто исхожу из того, что, ну, наверное, если бы это делалось действительно каждую ночь и ежечасно, то будили бы не только Навального, но и тех людей, которые вместе с ним находятся на соседних спальных местах. Наверное, там недовольство проявляли бы в том числе другие осуждённые. Ещё раз говорю, всё это нужно проверять. То, что у него там плохо со здоровьем, это, ну, это вполне естественно и понятно. Человек, ну, будем так говорить, еле с того света выкарабкался, да, то есть он совсем недавно в коме находился, он совсем недавно очень тяжёлый стресс его организм перенёс. И с точки зрения психологической, и с точки зрения физиологической, да, то есть я, например, даже не берусь сказать, какие там системы его организма пострадали. И его после этого всего, значит, ему выносится вот этот вот странный, мягко говоря, приговор, да, в результате странной процедуры. Его осуждают, его отправляют в колонию, и он находится в такой суперстрессовой ситуации, вот в этом блоке усиленного контроля, да, то есть карантин и всё такое прочее. Понятно, что он конфликтует с администрацией сейчас. Буквально вчера тут в каком-то каналу показывали там интервью, которое у него пытались наши не лучшие журналисты брать, тоже такое достаточно провокационное. Ну и видно, что он находится вот на грани нервного срыва. О состоянии здоровья Алексея Навального в колонии и о проблеме с непредоставлением ему медицинской помощи говорил председатель Российской общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин. Вы слушаете «Время свободы» у микрофона Марк Крутов. Лидеры западных стран один за другим выражают обеспокоенность стягиванием России своих войск к украинской границе, а также переброской дополнительных военных подразделений в Крым. Вместе с обострением обстановки в Донбассе, где фактически перестало действовать июльское перемирие 2020 года, это заставляет экспертов все чаще говорить о том, что Москва готовится к полномасштабной военной операции на украинской территории. Тем не менее, сами украинские власти пока не склонны драматизировать ситуацию и расценивают происходящее лишь как способ давления России на Украину. За опубликованными в интернете свидетельствами очевидцев передвижения российских войск в Крым и к украинской границе следит независимая расследовательская группа «Конфликт Интеллидженс Тим». Ее участник Руслан Левиев говорит в интервью «Радио Свобода», что активность военных этой весной действительно можно назвать беспрецедентной, и в ближайшее время Россия сможет сосредоточить у границ Украины достаточные сил, чтобы начать полномасштабную наступательную операцию. Я бы начал со слов Виктора Мураховского, который он пару дней назад написал в ответ на все эти публикации в СМИ, что Россия стереться к войскам, он написал, что обычно учения происходят как раз в марте, апреле, мае, и это сезонная вещь, и каждый год начинается истерика в СМИ, что якобы Россия готовится к войне, хотя это просто учения, так он написал. Но в ответ на подобные его слова я бы заметил, что, во-первых, все учения, которые были запланированы в Крыму и Южном военном округе, они закончились к 19-23 марта. И после этой даты мы не видим того, чтобы техника уезжала обратно со стороны Крыма и Ростовской области, обратно в места постоянной дислокации. Мы, наоборот, видим все больше и больше прибывающих поездов на границу с Украиной, либо в Крым. Более того, часть поездов, которые мы отслеживаем, которые едут, например, из Сибири, из Кемеровской области, они только приедут числа 11-12 апреля. И это наверняка не единственные поезда, которые едут так издалека. То есть слова про учения как-то совсем не клеятся с тем, что мы видим сейчас. Более того, еще один момент. Пресс-служба Южного военного округа сказала, что это их техника, они просто готовятся к учениям. Однако среди техник, которую мы знали, шел на автомобильных колоннах, либо на поездах, была техника, в том числе, центрального и западного военного округов. Здесь стоит понимать, что очень редко несколько военных округов проводят учения вместе. Банально потому, что Россия огромная, и вести со всей России технику на учения – это очень долго, дорого и накладно. Это проводится, не знаю, условно говоря, раз в год на очень крупных учениях. В данном случае это будут учения «Запад-2021», но они будут осенью. То есть до них еще очень далеко. Опять же, получается, и слова про службу Южного военного округа, они не клеятся с тем, что мы видим. Если в целом сравнивать масштаб перебрасываемой техники, то да, он очень значительный. Даже больше, чем в 2015 году, когда в феврале, там, ядварь, фестераль были биты, зазыпаются, например. То есть в феврале 2015 года стягивали в основном там танковые подразделения, мотострелков, и все равно их было меньше. Банально, потому что фронт Донбасса, если представим, что он сейчас снова в горячей фазе, он не такой большой. Нет необходимости стягивать столько, сколько стягивают сейчас. А сейчас мы видим, в том числе, ракетную систему залпового огня «Ураган» перевозят. Мы видим печально известные установки «БМ-21 Град» и много-много другой техники, которая, ну, прям, очень слишком много. То есть, да, ситуация уникальная и необычная, и она никак не клеится со словами про учения. Вы упомянули конкретно технику, которая перебрасывается. Можете об этом сказать чуть подробнее? Позволяет ли качественный анализ этих видео говорить о том, для выполнения каких военных целей и задач такая техника, прежде всего, предназначена? Там очень много техники и мотострелковой, и десантных войск, и мы видим артиллерию. То есть для полномасштабной войны техники достаточно, в том числе для наступательных операций. Причем на каком-то очень большом фронте, потому что там, в том числе, мы видим очень мощные оружия, такие, как Ураган, например, тот же Град и так далее. То есть это не просто как-то помощь какой-то там защитной операции, операции оборонения или что-то в этом роде. Это как будто кто-то готовится масштабно к войне. Так или иначе, многие эксперты говорят, что до лета, когда уйдет распутица, когда появится первая зелень, какая-то полномасштабная война в Донбассе просто теоретически невозможна. Значит, все эти российские войска должны будут где-то ожидать, что называется, сигналы, если они с этой целью туда отправлены. Как это раньше бывало? Разбивались какие-то полигоны в Ростовской области? Есть ли какие-то предположения, как в этот раз будет обстоять дело? Если все эти эшелоны сейчас прибудут к украинским границам, где они будут ждать лето? Все правильно. Они действительно выгружаются в Воронежской области, Белгородской области, Ростовской области. И, как и в прошлые годы, строят полевые лагеря. Более того, один из них мы сейчас нашли. Правда, сейчас я его не могу назвать, потому что мы помогли корреспондентам сейчас туда поехать, чтобы заранее им не срывать поездку. Вот, они сейчас едут туда, чтобы снять технику. Но есть фотографии и видеозаписи местных жителей, местных поселков, на которых очень хорошо, прекрасно видно прямо палаточный городок, включая в том числе такой полевой госпиталь, стоящий из палаты. Огромное количество танков, стоящих в технике. То есть полевые лагеря строятся. Как минимум, один мы нашли. Мы думаем, что их не один, а как минимум, будет несколько. Ну да, то есть это та же тактика, которая использовалась раньше, полевые лагеря. О российских войсках у границ Украины говорил участник расследовательской группы «Конфликт интеллидженс Тим» Руслан Левиев. Военный корреспондент украинской службы радиосвободы «Левко Стэк» соглашается с Русланом Левиевым в том, что масштабы переброски российских войск к украинской границе являются необычными. В то же время, по словам Стэка, командование украинской армии пока не склонно считать это знаком скорой войны, предпочитая говорить о давлении, которое Москва таким образом может оказывать как на украинские, так и на американские власти. Я бы не сказал, что такие масштабные передвижения российских подразделений являются типичными. Мы уже достаточно длительное время отслеживаем активность возле границ Украины и, если честно, я уже лет пять, наверное, не припомню, чтобы такие масштабные маневры происходили. Если говорить о каких-то типичных вещах, то это достаточно привычная ситуация, когда идет речь о каких-то масштабных военных учениях. Это мы фиксировали и перед началом учений «Кавказ», и перед началом учений «Запад». Но сейчас таких учений, насколько я понимаю, вооруженные силы России не проводят. «Запад» будет происходить только в сентябре. И сейчас, конечно же, еще рано начинать активную подготовку к ним. Поэтому это действительно нетипично. И несколько последних лет весной ничего подобного я не видел. Свидетельствует ли о каких-то необычных происходящих событиях ситуация в самом Донбассе? Как там обстоит дело? Было перемирие в прошлом году? Оно, в общем-то, более или менее соблюдалось? Как там обстоит дело в последние месяцы? Можно ли говорить о росте напряженности? Да, если говорить об июльском перемирии, то оно действительно достаточно ощутимо повлияло на ситуацию на линии фронта. Несколько месяцев мы видели, что количество обстрелов и потерь, оно снизилось в разы. Оно не прекратилось полностью. То есть не было такого, чтобы целый месяц, например, на линии фронта никто не стрелял. Но количество этих обстрелов, их интенсивность, калибра, они значительно уменьшились. То есть если говорить, например, об августе 2020 года, то это, не знаю, 7 или 8 раз уменьшение по сравнению с июлем. В конце июля именно, я напомню, была достигнута договоренность о перемирии. Но сейчас уже последние, наверное, 3 месяца мы наблюдаем за тем, что количество обстрелов, их интенсивность, потеря на передовую, они постоянно возрастают. То есть если в начале было 50, грубо говоря, обстрелов в месяц, то сейчас оно уже начинает приближаться к той цифре, которая была до перемирия. То есть если говорить о каком-то моменте, когда произошел этот перелом, то я бы, наверное, говорил о начале 2021 года, скорее даже об феврале. В феврале, с февраля и от март мы уже отчетливо видим, что те достижения, которые были в 2020 году, они практически уже уничтожены. Этим продолжающимся огнем количество потерь растет. Оно в марте уже достигло, наверное, того объема, который был до перемирия. И сейчас можно констатировать, что де-факто его не существует уже, наверное, месяца два. Западные лидеры выражают Украине поддержку на словах, а выражают ли они ее на практике? Существуют ли какие-то новые поставки вооружений, например, из США в Украину? Есть ли свидетельства того, что в практической плоскости тоже для этого что-то делается? Если говорить о каких-то практических решениях или действиях, то вряд ли можно привязываться к событиям последних нескольких недель. Потому что та техническая помощь, которая поступает, например, от США, она никак не связана с этим весенним обострением. Те поставки, которые происходят, они происходят по заранее спонированному графику. И сейчас, насколько я понимаю, речь скорее идет о развединформации, разведданных, которые поступают от партнеров Украины. И в первую очередь, конечно, речь идет о США. Мы знаем, что их беспилотники постоянно работают и в районе Черноморского побережья, в районе оккупированного Крыма. Они постоянно летают над линией разграничения на Донбассе. И сейчас, конечно же, эти действия только набирают интенсивности. Мы видим также, что недавно были сообщения о том, что в Киев прилетал военно-транспортный самолет американской армии. Правда, не знаем, зачем на борту, но скорее можно говорить о таких проявлениях поддержки, чем о поставках вооружения или тем более летального вооружения. Все это происходит по заранее утвержденному графику, и пока мы никаких изменений в связи с последними событиями не замечали. Насколько в целом в Украине опасаются новой полномасштабной войны с Россией? Если говорить о военно-политическом командовании, о военных, о президенте, то здесь можно проследить довольно четко позицию. В первую очередь речь идет о главнокомандующем армии, который не так давно уступал перед народными депутатами и заявлял, что количество батальона тактических групп на границе с Украиной возрастает почти в два раза. И сейчас уже можно говорить о том, что их более 50. Но в то же время, по оценкам военных, это не значит, что завтра, грубо говоря, может начаться масштабная эскалация, потому что по тем оценкам, которые они озвучивают, этого недостаточно для начала полномасштабных военных действий. Пока те оценки, которые я слышал от военных, от президента, они не считают, что это сейчас, то, что мы видим теперь движение, что это подготовка напрямую к боевым действиям. Скорее, если так проследить за публичным высказыванием, они склоняют это к тому, что это давление. О переброске российских войск к украинской границе я беседовал с журналистом-расследователем Русланом Левиевым и военным корреспондентом Украинской службы радиосвободы. А в завершении информационного дайджеста «Время свободы» история из Санкт-Петербурга. Через некоторое время из фонтанов Петергофа вместо воды могут палиться нечистоты. Об этом предупреждают градозащитники. Они требуют запретить строительство частных домов вокруг парка Луговой и водоводов Петергофа, иначе канализационные стоки неминуемо загрязнят знаменитые фонтаны, рассказывает Татьяна Вольская. Водоносная система Петергофа и так находится в плохом состоянии. Проект создания вокруг водоводов Петергофа так называемой охранной зоны на самом деле разрешает постройку домов в непосредственной близости от источников воды, питающих фонтаны, а также легализует незаконные постройки. Поэтому в буферной зоне фонтанов и объектов всемирного наследия, Лугового и Английского парков, разворачивается масштабное жилищное строительство. По проектам планировки и межевания совсем рядом с этими парками и фонтанным комплексом должны появиться многоэтажные, многоквартирные, жилые дома и объекты социальной и транспортной инфраструктуры. На общественных слушаниях инвестор уже заявил, что территория застройки будет осушаться. В петиции, созданной в защиту петергофских фонтанов и парков, говорится, что по предварительному заключению специалистов-гидрологов, осушение не только нарушит поверхностный сток системы озера в это подведение к фонтанам, но и может привести к пересыханию водопроводящих каналов и обмелению накопительных прудов, обеспечивающих бесперебойную работу комплекса фонтанов петергофа, угнетению растительного покрова, разрушению грунтов под объектами культурного наследия и искажению облика парков-памятников. Авторы петиции считают, что деятельность, приводящая к таким последствиям, нарушает российское законодательство и международное соглашение. Директор НИИ спецреставрации Игорь Пасечник анализировал проект зоны охраны водопроводящей системы петергофских фонтанов. Канализование и дренажная система любых новых зданий и построек, ее можно сделать таким образом, что это очень негативно скажется на всей этой системе водоснабжения петергофских фонтанов. Но в той работе, которая проведена, это как-то совсем не было проанализировано. И это была самая большая проблема в этой работе. Я понял, что это просто никто не смотрел. Проект зоны охраны водопроводящей системы. В принципе, эта работа была посвящена очень большой территории. Она, видимо, действительно уже давно актуальна, эта работа. Именно поэтому ее заказали за бюджетные деньги, для того, чтобы провести необходимое изыскание исследований и сделать выводы, какие зоны нужно оставить без застройки, нетронутыми в природном ландшафте, а какие зоны, наоборот, могут быть отнесены к зонам регулирования застройки, так называемым, где есть просто ограничения. Есть еще одна проблема очень большая, вот этой водопроводящей системы, что она и в области находится, и в большей части, и на городской черте ее тоже есть большая часть. А эта работа была как раз именно на области заказана, что уже неправильно. По словам Игоря Пасечника, фонтаны оказываются под угрозой не впервые. Были неприятные прецеденты еще в советские времена, когда там были колхозы, как раз рядом с этой водопроводящей системой. Когда там строили свинарники всякие, там скот держали. И, конечно, все эти продукты жизнедеятельности, когда попадали в эту систему, это все очень негативно сказывалось на фонтанах. Потом, конечно, это со временем само собой ушло. Но сейчас, если как бы действительно активно застраивать территории, которая прямо вблизи всех каналов и водоемов, конечно, это может негативно повлиять на функционирование этой гидросистемы. Основная проблема, безусловно, в том, что уже проданы огромные участки земли, даже под строительство социального жилья. И сейчас что с этим делать, никто понять не может. Член ИКОМОС Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Сергей Горбатенко подчеркивает, что проект зоны охраны может погубить не только петербургские фонтаны, но и два парка. Этот проект зоны охраны, он не просто плох, но он агрессивен по отношению к Луговому парку, потому что он поддерживает те гибельные процессы, которые происходят с окружением Лугового парка. Когда Николай I задумывал этот парк, он там создавал не только парковое ядро, но и образцовое сельское хозяйство. Для дворцовых крестьян были построены новые деревни, проложены новые дороги, прямоугольная система дорог, и в их пересечениях стояли деревни, названные именами царских детей. Они и сейчас существуют. Но дело в том, что после того, как был ликвидирован совхоз Петродворцовой, все эти земли отдали под застройку. И сейчас на центральное парковое ядро буквально эта застройка наползает. Та же беда и у гидросистемы, которая частично проходит через парковое ядро, но и на других дистанциях этой гидросистемы. Те же процессы тоже происходят, особенно в районе источников на верхнем Балтийско-Ладожском уступе. Там известняковое карстовое плато, в которое фильтруется вода и питает рудники. И вот почти на эти рудники садятся тоже дачные поселки. Там Ленинградская область во все отводит под застройку участки. Зоны охраны, их там практически нет. А что не так с зонами охраны? Закон несколько лет назад ввел понятие не только зон охраны, а так называемых защитных зон. По закону теперь там, где не разработаны проекты зоны охраны, у памятника в истории культуры по умолчанию возникает так называемая защитная зона. Она очень узкая, где-то 150 метров от границы памятника. Но тем не менее она все равно многим мешает. И здесь правительство Ленинградской области решило не защищать памятники, а облегчить жизнь своим чиновникам и владельцам участков тем, чтобы эту мешающую им защитную зону заменить еще гораздо более либеральными зонами охраны. То есть будет уже не 150 метров, а там вообще какая-то ерунда. Был заказан проект зоны охраны. Стоимость проекта первоначальная была 6,5 миллионов. А фирма, которая сделала этот проект, она в Екатеринбурге находится вообще. Она выиграла его за полтора миллиона. Но сделано это все сугубо бюрократически. И мы направили в комитет по культуре Ленинградской области свои замечания. Там их приняли, будут рассматривать. В зоне водоводов Петергофа собираются застроить около тысячи участков, говорит независимый эксперт Александр Потравнов. Чтобы было совсем понятно в Нижнем парке, когда фонтаны летом работают. Вы же видели, как там водяная пыль, где девушки прыгают. И теперь представьте, что там будет фикария и течь. Представьте, вот если будут вот с этих домов буквально через 30 метров в эту воду будут попадать, то, что вот в этих тысячах участков, значит, наверное, территория образуется. Все попадет в воду, которая пойдет в фонтаны и потом в легкие тем, кто там гуляет внизу. Потравнов сожалеет, что власти города вместо проведения серьезных гидрологических исследований стараются пропихнуть так называемые охранные зоны, где разрешено любое строительство. Такую активность властей эксперт связывает с сентябрьскими выборами, перед которыми чиновники хотят быстро решить проблему людей, получивших часто незаконно участки там, где по сути строить ничего нельзя. Татьяна Больская для Радио Свобода, Санкт-Петербург. На этом мы завершаем дайджест «Время свободы» за вторник, 6 апреля. Слушайте нас на сайте русской службы радио «Свобода» свобода.орг и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Марк Крутов. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова